Эвертона 16-летний нападающий Вейн Руни. Конечно, если бы у Дэвида Моэса было больше денег на приобретение, он мог бы купить более опытного нападающего, но нехватка средств заставляет бросать в бой юные кадры. И вот надо сказать, что Вейн Руни очень достойно смотрелся в первом тайме. Он сделал голевую передачу, после которой Марк Пемпридж открыл счет в матче. Случилось это за 8 минут до перерыва. 1-0 повел в счете Эвертон, который владел инициативой безраздельно и выглядел гораздо интереснее, чем футболисты Тоттенхэма, которые запомнились в этом матче лишь одним. Это хорошая реализация имеющихся моментов. И вот во втором тайме, проигрывая с минимальным счетом 1-0, едва ли не первая осмысленная атака гостей завершилась взятием в ворот, но здесь крайне неважно сыграл голкипер ливерпульца Ричард Райт. Он вернулся в Ливерпуль после неудачно проведенного сезона в составе Арсенала. И в этом эпизоде, конечно же, опытный воротарь должен был страховать ближний угол. Но еще хуже. Ричард Райт сыграл в следующем эпизоде, который случился буквально через 10 минут после того, как Тоттенхэм сравнял счет. Это Лес Фердинанд нанес достаточно бесхитростный удар, но голкипер Эвертона буквально выпустил мяч из рук, чем позволил футболистам Тоттенхэма выйти вперед. Конечно же, такого финала футболисты Эвертона не заслуживали. И за 9 минут до конца встречи их желания и напор были вознаграждены. Томаш Радзинский открытал этот мяч. Ничья 2-2.